Нижегородская молодежная хоккейная команда «Чайка» сделала очередной шаг в сторону финала Кубка Харламова. Подопечную Вячеслава Рьянова на площадке Дворца спорта имени Коноваленко провели второй матч против Ярославского Лока. И в этот раз, в отличие от первой игры, счет открыли хозяева льда. На 11-й минуте Михаил Потапов поставил эффектную точку в очередной стремительной атаке. А уже через 67 секунд индивидуальным мастерством блеснул Роман Горбунов. Гол красавец, иначе тут и не скажешь. Гости смогли перехватить инициативу во втором периоде, где они регулярно заставляли автозаводцев нарушать правила. И в одном из эпизодов это привело к штрафному булиту. Но в дуэли между игроком Лока, Егором Коршковым и голкипером «Чайки» Николаем Мальковым удача была на стороне вратаря. В итоге, несмотря на обилие моментов с обеих сторон, переполненные трибуны Дворца спорта имени Коноваленко голов во втором периоде не увидели. Зато в третьем таковых оказалось сразу два, и оба забили гости. На 32 секунде заключительного периода Лока отметился точным броском Павла Красковского. А на 53-й минуте ярославцы сумели удачно разыграть очередное большинство. Вячеславу Рьянову пришлось брать тайм-аут и этим сбить победный порыв гостей. Основное время закончилось при ничейном счете. 2-2. Овертайм также не принес никому дивидендов. Пришлось бить после матчевые булиты. В рамку «Чайки» здесь стал более свежий и более искушенный в штрафных дуэлях Андрей Тихомиров. И эта рокировка оказалась удачной. Голкипер «Автозаводцев» отразил два броска. А вот «Страш Лока» таким результатом похвастаться не смог. Его дважды распечатали Артур Гиздатуллин и Денис Шураков. 3-2 в отдельно взятом матче и 2-0 в полуфинальной серии. У нас был шестой полевой игрок. Наши болельщики вообще просто колоссальная, безумная поддержка. Огромное спасибо им. Без них мы бы не смогли это сделать. А вот в ближайшем матче, который пройдет в Ярославле 10 апреля, «Чайке» предстоит играть также при шумовой поддержке трибун. Только там они будут гнать вперед Лока. Напомню, в полуфинале соперники сражаются до трех побед. И в случае успеха в пятницу автозаводцы смогут досрочно выйти в финал Кубка Харламова.